добрый вечер всем привет сейчас чуть подождем пособираем подписчиков кто есть привет привет макоша давно не выходил в перископ пять человек уже соскучился уже по этой соцсети потому что давно не пользуюсь привычка осталось и в перископе что-то такое что не дает другая соцсети здесь есть интерактив такой это очень здорово очень приятно добрый вечер сегодня только приехал с ладу кургана в алмату семьей ездили к родителям у мамы день рождения сегодня вчера было здравствуйте и поэтому вот и сегодня мы приехали где-то к часу домой в алмату быстро покушал и поехал сразу на работу вот и сейчас вот еду с работы вы живут пол одиннадцатого только доехал до дома и пока не зашел думаю выйду в перископа как все знаете у меня дома ремонт и ремонт еще не закончился я не знаю какую карму с этим отрабатывал с этим ремонтом но я тоже соскучился но ремонт это как тренинг такую ну конкретно у тебя зеркалит он тебя имеет он ну в общем происходит стран такие странные вещи поэтому кому скучно стало в общем жить делайте ремонт я так понял 20 помню билеты все я иду это будет в четверг игнот борис вот здрасте я игорь вот поэтому до 18 38 буду в четверг на токенти пойдем сходим помни вчера вспоминал и в общем вчера спорю вот и поэтому все вот поэтому сегодня в общем чем хочу поделиться сегодня приходила девочка у нее с правого глаза всегда будет постоянно текла слеза и откровенно говоря такого результата у меня еще не было в общем после сеанса на у нее перестал глаз слезится она спрашивает как вы как вы это сделали что случилось честно говоря я не знаю в такие моменты что говорить потому что это какие-то нейронные связи видать оборвались и глаз перестал плакать ну не просто плакать перестала у нее 10 лет с глаза скикла слеза это и я честно это вот если брать из-за чего это у нее был стресс ну я не знаю этого с детства мы до него прям не докопались из-за чего прям слеза текла но факт то что мы просто эти нейронные связи видать это оборвали случайно в процессе работы и глаз перестал слезится вот поэтому честно говоря даже сам себе не могу объяснить как это произошло и мне очень от этого приятно и я люблю свою работу за такие видимые результаты то есть с первого сеанса непонятно как она просто раз и прошло и это в общем это здорово так давай твои строители прокачаем мои строители прокачиваются сами по себе с них там все выскакивают они этот с ума сходят поэтому пусть они сами разбираются со своими тараканами и делать что хотят в общем интересного где в толдокургане в этот кто в этом в инстаграме то наблюдает с одноклассниками с братом встретился в ремонте мы ждем сейчас теперь других строителей теперь маленькие объемы у нас никто не берет тут парочку взялись в общем буду доделывать вот поэтому вот так двери мне испортили короче мы этот у меня были двери массив из сосны до хотел их сделать в общем отреставрировать пришел какой-то чувак испортил мне двери теперь старый убрал новую буду покупать в общем капец здравствуй вот поэтому очень есть моменты бывает чуть теперь подышал отпустил двери продал жена продала двери и в общем так теперь будем новые покупать ставить где-то компенсируем где-то теряем где-то этот ну в общем в любом случае ремонт я так понял это капец тогда возле машины дышал и так дышал и после дышал и в общем и с психу там срывался короче на всех подряд они честно говоря сволочи они прощения не просят я так понимаю что я благодарю бога что вокруг меня очень много таких прокаченных светлых людей да а то если общаться вот со строителями это капец какой-то никого не хочу сейчас обидеть но это какие-то это просто какой-то другой мир и честно говоря я я логики не понимаю раньше я думал что у людей кризис что люди как-то могут не могут заработать а сейчас я понял что люди не хотят работать не хотят зарабатывать и поэтому не имеют денег потому что то что я вот я посмотрел цены на ус на услуги вот на услуги в ремонтах то они берут такие деньги что ну просто это зарплата топ-менеджера наверное сейчас и они эти деньги распределил короче они как приходят у них такие не уходят они все у них все через задницу как-то не за может мне такие строители попались не факт в общем вот поэтому такие дела и я понял что стройка эта тема там везде наличные деньги деньги заходят деньги никто не просит о строчку в общем надо заниматься ремонтами вообще стройка это такой один из моментов как куда я так понимаю надо входить там конкуренция нулевая не надо делать лучше всех не надо делать хорошо надо просто хотя бы доделать тебе будут благодарны даже ты плохо доделаешь тебе будут благодарны и заплатят с удовольствием как можно контролировать эмоции эмоции контролировать невозможно осталось чуть-чуть добрый вечер 5 по ремонт вот то что наболело то что вот спрашивают то и говорю вот под ремонт осталось чуть-чуть еще не знаю сейчас нашел теперь еще мебельщика вот друг будет делать мебель надеюсь там будет все хорошо во всяком случае никто никуда не убежит мы куда мы переехали мы еще в своей старой квартире и живем и жили и где-то этот даже на тренинге уже стал по ремонт говорить потому что видать очень сильно накипело с друзьями связаться не связываться в общем пусть делает чем как сделает так сделает ничего страшного посмотрим хороший друг он вот смотря какие друзья хороший друг он в одной школе учились в одном классе учились поэтому много чего связывает и мне нет такого момента чтобы я ему не доверял я прям проверю поэтому и думаю что он сделает качественно во всяком случае и поэтому и мало того у него будут деньги ум я у меня будет мебель и поэтому я склонен тому что пусть зарабатывают свои чем кто-то на стороне тем более если свои делают хорошие вещи поэтому я не я не люблю знакомых тоже через знакомых но есть люди которые знаете которые любят свою работу и таким я обращаюсь а если человек просто халтурит как бы этот ну я к таким не обращаюсь много профессионалов которые сделают тебе левой ногой слышал что-нибудь просите системные расстановки системные не знаю этого я расстановки только одни знаю этого тем немца скажи немец этот хеллингер расстановки по хеллингеру знаю системные не знаю по моему то же самое будет в концовке вот такие дела кстати хеллингер да скоро едем на гуа в ноябре сейчас я вам скажу что такое хеллингерские расстановки хеллингер в общем это немножко такой странный эксперимент если честно ну странный не странный расстановки по хеллингеру я так понимаю что это чисто энергетическая практика это что-то вроде спиритического сеанса если хотите это вот ну когда там мега да ну прикольно эта штука но там очень важно чтобы мастер держал пространство хорошее нехорошее значит индивидуальные расстановки по хеллингеру классный честно вот честно можно очень много чего отработать групповые меня не вштырило потому что мне не понравился результат ты можешь конечно добрый вечер как ты думаешь как выйти из-за синей хандры желание желание нет никаких из хандры не помогу там помогает конечно хеллингерские как из хандры выйти это надо просто чтобы жить интересно это надо найти свою страсть в чем-то в отношениях в работе и в любых вещах которые ты этот ты даже можешь знаешь как ты можешь вот у тебя же есть аффирмация типа мы скидывал читай аффирмации каждое утро ты просто наверное перестала это делать и все и будешь жить ну нормально и будешь радоваться жизни и это будет все накручиваться и день твой будет выстраиваться правильно поэтому это только самонастрой аффирмации женские хотите фейсбуке как-то скидывал читаю читай настраивайся дыши наполняйся и она будет подниматься осень такая штука когда знаешь может у тебя день рождения осенью мне всегда было очень грустно вот где-то в начале сентября перед школой то что у меня 3 сентября дни рождения и поэтому у меня было перед ним день рождения такой всегда был спад какой-то я очень до нового года весне только за у него выходил то есть полгода прям выпадала сейчас честно говоря мне все равно когда у меня день рождения просто живу я кайфую живу работаю единственно упахался конечно последнее наполняться просто встань встань закрой глаза сделай глубокий вдох и выдох на на вдохе ты представляешь как будто тебе вот с этим солнечным светом ты наполняешься через теме выбираешь эту солнечную энергию себя и выдоху и ты себя полностью вот так надышиваешь этим солнечным светом до макушки до макушки надышал дышишься в этот ауру и все одноклассники тусят фейсбуке на дискотеке не что ли а меня нету с ними рядом вот опять пролистал точно пьянка продолжается у них там везде успел я и туда и сюда смотрю я почему фейсбук залез вы в ремонте я смысле в ремонте я не в ремонте я в фейсбуке сейчас и фейсбуке смотрите хочу сказать го 23 вылет будет и 30 мы прилетаем ноября я не знаю кто поедет сколько человек будет но я так понимаю человека 4 наверное мы наберем 5 хотелось бы чтобы человек 10 группа была и тогда мы потусим очень очень круто там погуляем мы там проведем тренинг и в общем мне кажется на берегу моря это будет очень очень интересно вот поэтому кому интересно поехали на гуа такие дела сам у самого этот опыт первый раз есть вот этот туроператор который вот сейчас вытягивает на гуа хотят она хочет перетащить это шар-мальшейф египет говорит что круче моря нету и в общем возможно весной поедем шар-мальшейф то что у у кого кто куда тренинг эмоциональная свобода я помогаю людям высвобождать эмоциональные блоки из тела и поэтому происходят такие результаты вот слеза текла 10 лет и раз прошла там еще чуть-чуть но то есть любые психосоматические какие-то штуки они бывают что они проходят и причем результаты они все выше и выше и чаще и чаще трансляции в фейсбуке там нет интерактива знаешь здесь вот 10 человек вышло не сразу задают вопросы а там он чуть притормаживает и поэтому честно говоря не знаю вот поэтому перископе какой-то у меня перископа другое какое-то отношение чем фейсбук фейсбук писать надо посмотрим трансляции буду делать в фейсбуке тоже но в общем пока для перископа и здесь аудитории меньше в перископе и мне как-то здесь комфортнее что ли единственное последнее время говнили что-то много всяких хейтер или как тут стали залетать тут круче здесь интересно вот юля юля вот поэтому здесь очень интересно здесь интерактивно и мне здесь нравится что транслируете транслирую свой рабочий день вечерний который был вот рассказываю куда мы едем что еду поеду на гуа в ноябре в конце 23 по 30 почему такие дела вот так что сколько трансляции уже идет не знаю но в любом случае завидую поехали вместе это же сейчас не так этот знаешь я провожу тренинг провожу тренинги эмоциональная свобода я кем работаю это вот очень сложный вопрос на самом деле у меня в этом в профиле посмотрите есть мастер-класс там снимали не спикер это не спирсу кому тренинги по управлению персоналом нужны был ко мне хорошо управление персоналом классно вот и поэтому там мастер-класс посмотрите это одна из первых ну таких в общем то что сохранилось это мы снимали прям в интерактиве и там поймете что и делаю то есть эти эмоции выходит слезами соплями там нам нравится мы всегда ждем вас как уведомление сразу подключаемся большое спасибо что вы меня ждете я очень рад и я вот постараюсь почаще выходить я буду почаще выходить это да это эмоциональный блок зуд это знаешь это раздражение когда идет зуд бывает зуд разный же вот он когда по коже идет на ютубе есть на ютубе есть эмоциональная свобода забейте там есть этот видеоролик он идет 37 минут в горах посмотрите там будет понятно здравствуйте вот зуд он идет бывает я феврале хочу на воду сделать вот поэтому зуд бывает такой поверхностный какой-то он это когда вампирит когда вас это вот спина чешется такая вот это а бывает зуд прям изнутри вот из-под кожи как будто чешется вот когда под кожей это раздражение когда зуд вот такого ну просто чешется спина как бы сверху кожи то это вампирит в первую очередь вы можете к врачу ходить на врач вам знаете этот чесалку скажет пусть жена почешет или тонь то ребенка зуд у ребенка зуд это это родительские отношения поэтому через вас выходит видать какой-то если изнутри что делать если изнутри надо просто раздражение выдыхать хотя бы подышать или глубокий вдох выдох и медитации помогают можете ко мне на тренинг прийти можете на индивидуальную консультацию прийти там по своим поработаем а если самостоятельно тут только медитациями вы как-то должны свои эмоции немножко успокоить и тогда носу пройдет такие дела анализирую вроде все хорошо не могу понять откуда зуд прикинь что повела ланков к пульмонологу честно говоря уже запутался у кого где чего там зудит просто смотрите любое вот кожаный вот то что у вас выходит это раздражение на себя из краснодара только мечтаю пока к вам попасть из краснодара вам знаете медитация поможет уходите вы можете я могу с вами сейчас поработать если вы хотите так и такого еще прецедента не было чтобы по перископу работал но можем поработать если хотите подышать в немножко как так можно успокоить эмоции если прямо раздражение сильно сильное раздражение ты можешь вот вдох глубокий вдох через нос выдох через рот и вот это в общем свое раздражение через ноги выпускать землю говорит что у нее аллергия вылезает не только снаружи но и внутри беременность не помеха даже на органах крапивница елки-палки интересную литературу подскажите почитать даже на органах маш это надо это надо может приведешь а я кореец из казахстана что те кто вам перед меня может вызвать внизу приведу приводи можно знаешь можно в понедельник ты в личку напишите отвечу в понедельник после обеда можно маш приводи давай посмотрим потому что это надо прорабатывать привет мрозь как дела глубокий вдох через нос и выдох через рот юль мы чё с вами работаем в этот мне ваше согласие надо просто нормально на корейском уже стали писать если пищу чуть не понимал перископе перископе троллит жестко конечно это все залетят говна накидают вылетят потом шахрухом шум провожу и еду в остановку 28 октября к тебе приезжай прикольно такой честно вот эти вот сангипсал я честно вот у нас название немножко разнятся если это не зверцизм то я согласна это как получится я не знаю чуть-чуть это будет у меня племянник напугался теперь плохо спит страхи вы мне потом в личку напишите вам скажу что сделать или ну как то это или нужно будет привести проработать или надо будет этот юля живи спокойно потом будет весело после процедуры почему спрашиваю всегда готовы работать или не готовым потому что есть бывают люди которые коуч меня бдит вы расскажи про страхи потому что не все люди готовы работать ну как бы глубоко а я не могу добрый вечер было и не в терпешь и а я не могу не глубоко работать чем занимаетесь и поэтому знаете у меня был случай такой вот тоже буквально недавно пришла девочка хотела поработать она мы стали с ней работать и начал этот у нее пошли слезы вы в личку напишите у меня в профиле написано она стала плакать и потом говорит ой я так не готова работать и убежала она посидела пять минут мы с ней там привет привет мы здесь все встречаемся классно 13 человек половину друг друга знают люблю вас прикольные вы спасибо что связи нет связь есть не знаю у меня все в норме хочу прорекламировать немножко смотрите какую штуку я нашел кто-нибудь любит этот мир си шоколадки с марципаном там насчет чего речь сейчас просто так речь никакой темы сейчас уже далеко темы я нашел марусь и все хорошо мы до твоего появления говорили о зуде и игорь хотел пояснить как дышать при этом смотрите короче вот такая штука раньше мы вот мы с семьей когда покупаем этот привет из мельбурна привет когда мы покупали шоколадки вот эти мерси там было секта там был марципан и мне так нравилось теперь появился сникерс с миндалем вот такой огромный и теперь мы не деремся теперь мы просто покупаю сники с миндалем вот и в общем кто не кто любит марципан в общем прям рекомендую сники с миндалем вкусный капец секта любимая секта вот поэтому все еще сейчас снимаю вот сейчас идет монтаж фильма который снимали на фаре и все еще его не склеит прям жду он буквально должен или на этой неделе уже они должны вернуть или на следующий уже отдадут в общем когда будет готов не знаю там будет прям передачи про то чем я занимаюсь дышами сокращаем интим мышцы интим мышцы прикольно хорошо вот такие дела у меня есть новая съемочная команда ты был прав круто я был прав можно найти ниши ну вот и тебе говорю так что этот смысле ты мне предлагаешь или ты сама нашла потому что мне нужно как бы этот тоже вы кем работаете я провожу тренинг я тренер наверное так можно сказать я подписал их себе хорошо я хорошо марусь я тренер короче у меня есть авторский тренинг который это мой называется эмоциональная свобода здорово что они у нас есть вот я помогаю людям высвобождать эмоциональные блоки из тела человека это для тех кто присоединился эмоциональные блоки выходят из тела слезами соплями режиссер супер хорошо смехом криком плачем в общем ором в общем всякими раз это да это реально вот и все не некоторые стали путать говорю меня с некоторые приходят прямо ко мне лечиться на самом деле это ну как бы немножко не то область просто побочный эффект пошел что люди стали выздоравливать и я честно говоря не всегда понимаю за чего единственное что я могу прям реально то что я понимаю то что я делаю это вот это спина грыжи протрузии смещение в общем защемление вот это вот я убираю очень легко мне метод очень простой и он абсолютно безопасный поэтому в общем вот так вот чем занимаюсь если коротко приводите маму если мама грыжа грыжа смотрите можно ваш номер мой номер прямо у меня в аккаунте есть там 8 701 9773 вам надо каждую минуту об этом чем вы занимаетесь люди спрашивают ага и вот поэтому говорю каждую минуту так и получается рекламная пауза я занимаюсь там та-та-та-та-та вот не все знают здесь много которые так приходят и в общем такие мне вот интересно издалась девушка здесь есть грыжу ее не надо лечить надо убрать защемление в позвоночнике приходи надо убрать защемление в позвоночнике и потом в общем грыжа она сама проходит через две-три недели это это нужно чтобы соблюдать рекомендации не скажу что из москвы из девушек привет из караганды привет привет и и нужно чтобы человек соблюдал рекомендации все и две-три недели игры игры же нету я понимаю что врачи не верят потому что врачи говорят что грыжа вообще не лечится поэтому кто-то меня сфотографировал хроническая усталость надо снимать блок он у тебя в районе этого пупка это там воли это я номер 8 701 9 3 0 7 7 3 это мой номер телефона до я все это думаю тогда вдалась она меня звала звала в общем учета не списались и заскринила номер а ну хорошо вот и поэтому такие дела классно так что вот так эту трансляцию выложу в youtube по стоимости сколько по стоим вот смотрите давайте так стоимость в личку напишите я вам там все отвечу потому что эта запись сохранится с трансляцией не хочу чтоб цены так насчет усталости это блок в районе пупка его его нужно просто продавить и в общем выпустить и тогда появится здрасте и тогда появится сила тонус появится это закрывается среди на меридиан это он вот здесь и в районе пупка то есть он он вот вот так идет он основной энергетический и воля она в районе пупка и вот очень важно чтобы вот блоки с живота убрать блок когда живота убираешь это надо прям продавливать это сам не себе не сделаешь это должен кто-то кто или кто чувствует или кто знает или хотя бы чтоб ну как бы пока будут делать что объяснял или как-то или что ты ко мне пришел и продавлю вот и все и энергия идет и начинается вообще салматы да где нас ко мне нам нужно знаете узнавать где я нахожусь потому что по казахстану постоянно езжу и в разных городах и в алмате я где-то буквально там не 10 бываю в месяц семья конечно этот подпрыгивает супруга тоже скучает дети скучают но это издержки профессии поэтому вот так такие дела так что пойду домой уже один из часов а касса всем большое большое спасибо что вы меня смотрели что вы меня слушали не очень приятно что вы задаете вопросы надеюсь что я на все успеваю отвечать хотя бы вскользь но в общем я вас всех люблю буду еще выходить смотрите делайте репосты шеф убегаю в ватсап напишу хорошо пока пока всем до свидания всех люблю надавила на область пупка такая сильная пульсация вот надавила там смотрите вообще я вообще еще такую штуку скажу на ночь глядя вам вы еще спать не будете район пупка вот вложите руку ниже пупка где-то вот район матки он получится за у женщин мужчины короче нам вот от пупка 5 сантиметров ниже ложите ладонь и вы должны почувствовать пульсацию матка должна пульсировать как сердце если матка не пульсирует как сердце у вас значит блок он на уровне воли он на уровне страсти он на уровне изобилия и поэтому эти блоки важно снимать матка должна пульсировать у женщины ну это вот вам вот так если а так давите на вот под пупок 5 сантиметров чуть ниже будет жуткая боль возможно да и выдыхаешь прям выдыхаешь выдыхаешь и потихоньку в какой-то момент и почувствуешь когда эта боль уйдет значит блок ушел и тогда у тебя будет подъем энергетический подъем примерно так самому это сделать неприятно это очень больно и в общем лучше это делать не самому все пока пока до новых встреч транслятор сейчас гружу в youtube всем пока тук 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 тук